Как будет выглядеть столица, зависит от управления и градостроительства. Однако его глава Светлана Дагатару, похоже, больше предпочитает затворничество. Она не участвует в публичных мероприятиях, не даёт интервью и очень редко отвечает на звонки журналистов. Дагатару возглавило муниципальное управление в декабре прошлого года. Назначили её по итогам конкурса. С тех пор чиновница была замешана в нескольких скандалах. Один из них был связан с разработкой концепта размещения уличной рекламы. Предприниматели из этой области жёстко раскритиковали проект. Они заявили, что он создан в пользу лишь определённого экономического агента. Светлана Дагатару отвергла все обвинения. Другой щепительной темой стала бесплатная разработка генерального градостроительного плана российской и румынской компаниями. Муниципальные советники неоднократно говорили, что документ вызывает подозрения, но чиновница отвергла и эти предположения. Однако на этом история не закончилась. Многие муниципальные советники критиковали деятельность Светланы Дагатару, а представители от ПДС неоднократно требовали её отставки. Во главе угла встал проект о вынесении на аукцион участка в секторе Чиканы. По словам советников, первоначальная цена 11 гектаров земли в 100 миллионов леев была занежена. Кроме того, они заявили, что Дагатару допустило несколько нарушений, когда подписывала документы для аукциона. И в итоге государство ничего от этого не выиграет. Позже Мунсовет постановил аннулировать голосование по проекту и ещё раз обсудить его. В течение профессиональной деятельности Светлана Дагатару занимала несколько государственных постов. В 2019-м она была секретарём Министерства экономики и инфраструктуры. В ноябре после отставки правительства Майи Санду она покинула должность. В 2016-м году бывший премьер Ион Стурза предложил Светлану Дагатару на пост министра регионального развития и строительства. Однако этот состав к обмина не утвердили из-за отсутствия кворума в парламенте. В период с 2001 по 2004 год она занимала должность первого вице-министра экологии, строительства и развития территории. Согласно декларации о доходах, у Светланы Дагатару есть четыре сельскохозяйственных участка и два подстроительства. В то же время главный архитектор столицы владеет четырьмя квартирами. В 2019-м она купила автомобиль «Шкода Рапид» того же года выпуска. Он оценивается в почти 219 тысяч леев. У Светланы Дагатару и ее супруга также есть три банковских счета, на которых хранится примерно 354 тысячи леев. Кроме того, чиновница владеет акциями в частной консалтинговой компании. В то же время в 2019 году главный архитектор столицы получила зарплату в Министерстве экономики в 60 тысяч леев и в Техническом университете Молдовы 9400 леев. Она работала также в частной фирме, где ее доход составил почти 254 тысячи леев.